Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители! Я приветствую всех на своём канале Есть-Поесть! Сейчас в разгаре сезон тыквы, которую я очень люблю. И когда мне кто-то говорит, что он терпеть не может тыкву, у меня возникает одна мысль. Вы просто не умеете её готовить. Из неё можно сделать всё, начиная от супа, заканчивая выпечкой. И как раз сегодня я буду печь шоколадный пирог с творожно-тыквенным суфле. Он делается крайне просто, ничего не надо взбивать, поэтому этот пирог у вас не займёт много времени. При всём при этом он выглядит очень красиво и нарядно, ну а на вкус просто великолепен. Отличное сочетание мягкого нежного бисквита с бархатистым суфле. В первую очередь мне нужно довести тыкву до мягкости. Сделать это можно любым способом. Можно её просто сварить в кастрюле с небольшим количеством воды. Только затем не забудьте откинуть на сито, чтобы убрать лишнюю жидкость. Я это буду делать в мультиварке и отправлю на режим пар. Обычно минут 5 бывает достаточно. Вы ориентируйтесь по своей мультиварке и на мягкость тыквы. Просто проткните её ножом. Тыква у меня готова. Даю ей остыть. Ну а тем временем сделаю тесто. Отмечу, что все ингредиенты я беру комнатной температуры. Итак, к яйцам добавляю сахар и размешаю. Сразу предупрежу, что обычно в выпечке я уменьшаю количество сахара. Поэтому, если вы любите хорошо сладкое, кладите сахара больше. Добавляю сметану. Подойдёт 15 или 20%. Ещё немного размешаю. Можно добавить в тесто соль и ванильный сахар. Далее отправляю сюда какао. Если вы не хотите использовать какао, добавьте вместо него тоже количество муки. Добавляю муку и разрыхлитель. Всё размешаю. Тесто готово. Отставлю его пока в сторону. Подготовлю начинку. Для неё я беру рикотту. Можно взять абсолютно любой творог, так как мы всё равно будем всё прорабатывать погружным блендером. Добавляю яйца, мягкую тыкву, сахар и кукурузный крахмал. Можно взять обычный картофельный, можно заменить его мукой. Также добавлю ванильный сахар и пряности. Я взяла корицу, кардамон и имбирь. Не жалейте пряностей, так как они очень хорошо сочетаются с тыквой. Можно взять сразу готовую смесь для печенья или для пряников. И теперь при помощи погружного блендера я превращу всё в однородную массу. Дно разъёмной формы я застелила пергаментом. И отправляю сюда шоколадное тесто. Диаметр формы у меня 22 см. Распределяю тесто. И выкладываю сверху творожно-тыквенную начинку. Выкладывать начинку нужно на середину, чтобы по краям у нас оставалось шоколадное тесто. Отправляю форму в духовку, разогретую до 180 градусов. И буду выпекать примерно 45 минут. Вы ориентируйтесь по своей духовке, проверяя деревянной палочкой. Пирог готов. Я его извлекла из духовки. Дам немного остыть прямо в форме. А затем переложу на решётку и дождусь, когда он остынет полностью. Ну и пока у меня пирог остывает, я его слегка украшу. Для украшения я взяла несколько кусочков чёрного шоколада. Поместила их в обычный мешочек. И растоплю его в микроволновой печке. Отрезаю у мешочка кончик. И просто наношу полоски. Ну вот, пирог готов. Хотя я, честно говоря, обычно выпечку с тыквой не украшаю. Так как считаю, что она и так очень красиво выглядит. Посмотрите, какой в итоге нарядный и красивый пирог получается. Пирог безумно ароматный. И вообще, очень интересное сочетание бисквита и творожно-тыквенного суфле. Я вообще очень люблю тыкву. И в особенности выпечку с ней. Поэтому бесконечно долго могу расхваливать этот пирог. Так что лучше испеките сами. Попробуйте. И не забудьте написать в комментарии. Пришёлся он вам по вкусу или, может быть, нет. Я думаю, что такой пирог достоин занять своё почётное место на любом праздничном столе вместо торта. Я благодарю всех, кто сегодня смотрел этот рецепт, а также смотрит мои другие рецепты. Под видео я оставлю ссылки на не менее вкусную выпечку с тыквой. Желаю всем удачных экспериментов на кухне. Готовьте с удовольствием. А мы увидимся в следующих видео.